Девушки отдыхают Девушки отдыхают Минутка рекламы Оказывается, в Крыму можно не только отдыхать и путешествовать, но и делать открытия древнего мира. Есть люди, которые в путешествии берут с собой металлоискатель и раскрывают тайны прошлого. Древние монеты, золотые артефакты и приключения с кладоискателем на канале «Все оклады». Как всегда, ссылка будет в описании. А теперь возвращаемся в Крым. Мы поднимаемся в гору. Мы очень устали. Кстати, 20 метров там бутсаки. Аккуратно. Это может показаться смешным, но мне реально не хватает геля для волос. Мне кажется, у меня прическа некрасивая. Короче говоря, тема такая. Наполняет меня какая-то бессмысленность происходящего. Все сводится к тому, что мы идем от точки А к точке Б. В точке Б нас ждет жрачка. В точке А жрачки уже нет. И вот все, мы прошли промежуток, поели. Пошли промежуток, поели. Главная радость это поесть. А когда мы идем, мы как бы просто идем. И наступают некоторые такие мысли о том, что как-то это все непонятно зачем. То есть, как-то все непродуктивно. Знаете, эта мысль, когда ты лежишь на диване, тебе кажется, ты непродуктивен. Вот что-то такое же наступает, что непродуктивен. Кажется, что похода такая вот вещь очень насыщенная какая-то. На самом деле она очень размеренная в целом. И я бы даже сказал, рутинная в чем-то. Повторяется, повторяется. И это уничтожает такой, знаете, какой-то налет романтики поход. Лично для меня пока. Он становится чем-то более простым и приземленным. Не таким воздушным. Не так, как это в какой-нибудь паблике ВКонтакте описывается. Но тем не менее интересным. И чуточку бессмысленным пока. Давай-ка, пройст. Какой пройст? Нет, здесь не пройти похоже. Дима так странно выглядит. Потому что он идиот. По-прежнему путь. Вы сами видите, какой у нас здесь. Станы у меня, как можно заметить, потемнели. Потому что они мокрые вообще насквозь. Здесь кроссовки тоже все в грязюке, в воде. Носки тоже мокрые. Здесь моросящий дождь. То есть ты как будто постоянно идешь сквозь воду. И ты весь мокрый от нее. Впечатления отличные тоже от всего этого дела. То, что сейчас происходит, это то, чего я ждал. Такая вот жопа. Понятное дело, что уровень жопы у всех разный. Для кого-то то, что мы сейчас идем, это вообще прогулочка. Наверное. Но, скажем, для меня, не сказать, что прям вообще экстрим. Но так я чувствую, что круто, что нужно что-то преодолевать. Это приятно. Это то, чего я ожидал и хотел. Но вот, глядите, вокруг просто зелень, дождь. Люди поднимаются. Мы опускаемся, потому что люди поднимаются гигантскими рюкзаками. А мы едем с маленьким, поэтому нам полегче. Мне кажется, дождь усиливается еще к тому же. Это именно то самое место, позади нас, в котором снимался эпизод фильма «Кавказская пленница», в котором происходило следующее. Это арест Юрия Никулина. И здесь были Нина вместе с Юриком, с ослом. Наверху сидел балбес и пытался мне тебя сейчас так кидать. Вот, мы тут прям на съемочной площадке, понимаете, в Крыму. Хотя фильм «Кавказская пленница». Короче, то дерево, которое показывали вам до этого, полная фигня. Совершенно неважная и вы сейчас забудьте о нем. Вот то, которое важно. Вот там сцена. Все, там видите, описано. Орех Юрия Никулина. Вот то самое дерево. А то просто обычное дерево никому больше не нужно. Имейте в виду. Можно его спокойно уничтожать. Вот это все, вот это все. Это есть долина привидений, в которую мы сейчас спускались. И если вы помните, вот эта гигантская штука. Это то место, где там грозой кого-то убило. В общем, вы помните. Пришли мы, не знаю, пришли мы к чему-то гигантскому, короче, камню. Вот. Ад есть. Ад есть. То есть, вот весь этот путь от нее, вот как-то вот там, вот там, вот там мы где-то шли и вышли вон в той части. Я считаю, это круто. И обидно, что туман рассеялся только сейчас, потому что, в принципе, сейчас, если мы были бы там по-прежнему, то мы бы смогли все это лицезреть. Сейчас здесь хитрый план, на самом деле. Мы не хотим по этой самой такой возвращаться обратно, поэтому мы думаем сейчас найти кафе, в нем поесть. Потом найти какой-нибудь транспорт и добраться на транспорте к тому месту, где мы остановились, потому что иначе это жесть. Снова туда подниматься, вообще не хочется. И вдруг наш поход переходит в конный. Так. Баян. Баян? Привет, Баян. Саш, как зовут твоего? Здравствуйте. Тихо, тихо. Стой, 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 стой. Хорошо. Чизис Крайст, это вообще жесть. Давай идем. Иди берем все, давай. Нет, 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 не пожрать мы идем, а вот сюда. Друг зацепил ягодку, смотри-ка. Хорош, 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 хорош. Он, чувак, сказал, не кормить тебя, понимаешь? Я бы рад, может. Какой ты прожорливый, а? Дим, тебя тоже ест постоянно, да? Молодец, Баян. Ну ты не настолько молодец. Ааа, ребята, ноги болят бесконечно просто. Мне так долбило ноги почему-то. По прошествии вообще всего маленькие впечатления, потрясающий просто опыт, вообще очень классный. Прекрасно, только жопа болит. Только жопа болит. Да, да, да. Ну что, это была четвертая серия. Спасибо за просмотр и, как и всегда, если серия вам понравилась, то не поленитесь рассказать о ней на своей страничке ВКонтакте или Фейсбуке. Мне очень важен ваш отклик и поддержка в продвижении. Отдельная благодарность тем, кто готов материально поддержать канал. Всю информацию для этого вы видите на экране и сможете найти в описании. Ну и подписывайтесь, чтобы в числе первых увидеть новые видео. Всем пока, не скучайте.